Все, как и думала волонтер. Похоже, фортуна повернулась спиной к приюту. У нас в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой совсем все плохо. Все ровным счетом так, как и предполагала волонтер-инвалид. Корм закончился, крупы нет, спинок осталось всего на один раз. Может быть, эта ситуация не казалась бы такой ужасной, если бы не наши больные хвостики приюта. Они и мягкий корм кушают с горем пополам-то, с большими уговорами женщины. Надо сидеть и с каждым по несколько минут, а что уговорить за общее питание? Кажется, фортуна окончательно повернулась к нам спиной. Начало года, весь январь просто ужасный, и этот кошмар просто не заканчивается. Что можно еще сказать? Как передать все, что у нас сейчас происходит там? В целом, дела плохи не только у хвостов, но и у наших волонтеров тоже, к сожалению. Мы все заболели. Сначала Влад, потом Кристина, а теперь и я. Третий день с температурой, еле живая. Хорошо, хоть Кристине уже легче, помогает нам. Не знаю, простуда ли это. Думаю, если бы что-то серьезное, Владу тогда бы лучше не стало. Надеюсь, просто грипп. Тело все просто выкручивает. Очень надеюсь, ничего серьезного. Таблетки, да, спасибо, есть. Хоть они есть. Лечимся и пьем их. Поделилась хозяйка приюта. Конечно, учитывая положение Кристины, мы настоятельно рекомендовали повнимательнее проследить за девочкой. Но вроде с ней как раз вот сейчас лучше всего, с волонтеров. Самый главный вопрос, нечем кормить животных. Что будет завтра, Людмила Чернецкая не знает. Что может быть еще хуже? Нам не за что покупать продукты. Пожалуйста, помогите. Нам очень нужна ваша помощь. Поехали.